с ними расправляться. Как вы вот этот конфликт прокомментируете? Насколько он взрывоопасен? Он имеет реальную основу, потому что, вы знаете, русские, в общем-то, не любят чеченцев. И это я должен сказать вам взаимно, на самом деле. И даже эти кадыровцы, я вас уверяю, что вы найдете среди них ни одного человека, который любит или который считает их людьми. И, естественно, это ощущают и те, и солдаты, и военные, и сами русские, какое к ним отношение. И вот этот момент никогда ни кадыров, ни Путин не сумеют проконтролировать, когда начнется реальное столкновение между ними. И вот тогда, я думаю, что те, кто сегодня как бы глупится и ухмыляются над этими кадыровцами, они поймут, что они и какую они силу представляют, опасную силу представляют для себя. Хотя... Как тебе... Как тебе... Знаешь, такое впечатление. Понятно, о чем он говорит. Есть основа, но тут немножко проскользнула надежда на тех же кадыровцев в будущем. Вот это мне немножко странно, но есть основа, конечно. Но он, по сути, объяснил, почему. Потому что он говорит, как бы там ни было, это все равно он чеченцы, и как бы это... Да, да, да. Он сохранен. Помнишь, что за последнее время в СМИ российских вот этих Z-каналов и так далее появляется... Нет-нет, просачивается информация о том, что, значит, ну так называемые кадыровцы где-то там какие-то ведут тайные переговоры с Киевом, поэтому оставляют позиции, поэтому за нас не воюют, начинаются вот эти нападки на Аптиа Лаудинова. Ну, и вот идет вот такая вот история. На этом же фоне марши, которые мы видим сегодня, то, что мы вам показали, на этом фоне все разборки в стиле 90-е в центре Москвы. Кстати, вот этот офис находится, ну, грубо говоря, не то, что в пешей доступности, а, по-моему, там меньше минуты надо идти, чтобы в Кремлю попасть. Да. И опять же, там стоят правоохранительные органы, и на видео видно, что полиция, вооруженная стрелковым автоматическим оружием, и никто не вмешивается. Дают сделать это, дают друг друга пострелять. Ну, я более чем уверен, радуется тому, что вот такая ситуация и так все идет. Итак, Закайя что нам сказала? Что, в принципе, и те, и другие русских не любят, отвечают им взаимностью. Это не просто не любят, а отвечают взаимностью. Это важный момент. И что, когда наступит такой момент, никто это не проконтролирует, и тогда вот те, кто, как он говорит, глумятся, где-то посмеиваются, всю силу они потом на себе испытают. По некоторым данным российских СМИ, и многие об этом говорят, не только, кстати, российские СМИ, но и те люди, которые появляются на украинских каналах, говорят о том, что сейчас в Москве может быть до нескольких десятков чеченцев вооруженных, которые ждут некую команду. Так это или это вот тот самый вброс для того, чтобы вызвать недовольство общественности, чтобы больше было вот таких шествий с криками чужеземцы там и так далее, в шею надо гнать, и все вы там... Ну, понятно, мы знаем, как к нам относятся. То есть ситуация очень такая напряженная, вот что я хочу сказать, и поэтому я с самого начала говорил программу, что все это идет в одном ключе, это вот звенья одной цепи. Как вот тебе представляется это? Ну, да, я знаю, я думаю, что Закайо просто здесь обрисовал реальную ситуацию, что в фундаменте своем, в основе этот конфликт существует, он просто прикрыт, притушен, так сказать, и ждет своего времени, чтобы опять же вспыхнуть. Это раз. А второй, вот этот крестный ход, это все вместе, это правильно, что вот надо вот так смотреть, немножко отойти, зум-аут сделать и посмотреть все вместе, чтобы вы видели. А крестный ход, это, если стоит посмотреть, это преддверие в Вафалемерской ночи, которая во Франции произошла. То же самое, ничего другого же не было, реально. Тут не в причине, а вот в этом неприязни и как-то ненависти дело, а не в том, что и неприятие, и другого. Так что вот они пользуются, кстати говоря, очень плохо, и в Грузии тоже. Вот политики, к сожалению, ищут в нынешней ситуации, ищут все время для своего успеха вот такие раздражители и стараются вот на таких клавишах, на ненависти, на противоположностях играть и этим добываться успеха. То есть никакого там реального политической конкуренции, кто что хочет сделать, чтобы было лучше, такого нет. А реально вот это есть. Крестный ход, это... Спасибо. Спасибо.